Добрый день, мои хорошие! Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала! Снова с вами Николай Сомсиков. Наливаем чай, готовим вкусняшки, присаживаемся поудобнее. Вместе с вами мы сейчас будем изучать недвижимость, которая находится в Краснодарском... Ох, хотел сказать, в Краснодарском крае, мой хороший, Ставропольский край, Станица Баклановская. Мы специально с моим помощницей приехали, преодолели почти 300 километров, чтобы изучить для вас объекты недвижимости именно вот в этой геолокации. А, кстати, это Изобилинский район, на всякий случай тоже это все говорю. Кстати, проехали церковь. В этой Станице есть школа, садик, амбулатория, почта. Ну и вот церковь, которую мы сейчас проехали. Я специально вам сейчас включил камеру, чтобы вы посмотрели саму дорогу вот к этому домику. Поддержите нас с комментариями, лайками, подписками. Подпиской, вернее, если вы сейчас в первый раз видите мой обзор, мои хорошие, то знайте, что этот обзор для тех, кто планирует переезд на юг, покупку недвижимости, а также для моих хороших, которым просто интересно посмотреть, в каких домах живут на юге. По левую руку сейчас мы только что проехали кирпичные детские садики, именно двухэтажное кирпичное здание. И вот сейчас, получается, мы заехали в центр. По правую руку видно вот банкомат, кстати, вот фиксируем. Также у нас тут хороший дом культуры. Потом сейчас мы проедем местная администрация. Кстати, тут же у нас МФЦ. По левую руку только что проехали. Почта, это тоже важно. Ну и, конечно, смотрите, вот она, какая у нас школа. Конечно, сильно я не могу вам вот так вот ходить вокруг школы, вокруг, будем говорить, детского садика. Но имейте в виду, что это все есть. И если вдруг вас заинтересует вот данный домик, куда мы сейчас едем, то не стесняемся. Ниже в описании будет указан и мой телефон, и телефон моей помощницы. Его зовут Виктория. И мы грамотно вас проконсультируем, касается этого домика. Если он вас конкретно заинтересовал, и вы его хотите купить, и вам нужна юридическая поддержка, помощь, тоже можете на нас рассчитывать. Потому что мы сейчас уже делаем юридическое сопровождение объектов недвижимости уже не только в Краснодарском крае, а также уже в Ставропольском крае тоже. Так, тут гравеечка. Нет, давайте чуть дальше проедем. Я думаю, ой, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, а что у нас меня кругами водит? Позьмите, мои хорошие, что-то он меня кругами водит. Но ничего страшного, будем сейчас кругами с вами ехать. А что у меня так это? Разворачиваемся. Разворачиваемся. По крайней мере, центр мы с вами посмотрели. Ну и как раз вот пока мы едем, я вам расскажу, что на сегодняшний день мы очень многим покупателям помогли найти объекты недвижимости. Очень много людей издалека меня просили и моих помощниц. И да что ж он у меня крутит? Сейчас, подождите, мои хорошие. Тут что-то у меня навигатор. О, всё, всё хорошо. И очень много людей нас просят, чтобы до их приезда мы ездили, изучали объекты недвижимости. Вот как сейчас, в принципе, вы видите, вот в таком формате. Потому что люди видят на объявления на Авито, на ЦИАН, на каких-то других площадках, как именно касается объявления. И также, вот, например, у нас была ситуация, у людей была, ну вот, продавали недвижимость, квартиру в Челябинске, в доле были несовершеннолетние. И людям, конечно, надо было заранее уже найти объект недвижимости до их приезда и предоставить документы на тот объект недвижимости, который будет покупаться, ну, оформляться именно на детей. Естественно, мы поехали, поизучали объекты недвижимости. Кстати, клиент тоже попросил именно снять обзоры вот по тем объектам, которые он увидел на Авито. Мы поехали, посмотрели. Конечно, вот, к сожалению, очень много объявлений фейков. Вот, даже вот мне девушка вот недавно буквально звонила с Омска, она рассматривала Ильский и Север, ну, и Северский район, это под Краснодаром, ну, будем говорить, клюнула на фейковое объявление. Это потом она мне такую историю рассказала. Я думаю, вы в этой ситуации попадали. Если попадали, конечно, возьмите, не стесняйтесь, в комментариях расскажите свою историю, покажите людям. И, кстати, расскажите людям, чтобы они вот на вот эти фейковые объявления не попадались. Потому что вот у нее была сумма ограничена, миллион семьсот, и она рассказывает, я натыкалась на объявление, звонила риэлторам. Риэлторы говорили, да, да, вот этот объект есть. Когда я приехал уже сюда, вот там около семи вариантов она выбрала, ну, якобы по объявлению, ни одного дома просто в природе не было. Ну, риэлторы, как они делают? Они делают вот эти заманушенные объявления, придумывают какие-то виртуальные дома, указывают стоимость объекта недвижимости, ну, он говорит, нереально заниженную. Ну, а потом, когда люди приезжают, они пытаются какие-то истории придумать. Либо он продан, либо хозяин передумал, давайте я вам что-то покажу другое. У этой девушки не было выбора, ей пришлось смотреть что-то другое. Ну, вот так, да что ж такое, стопы, навигатор, чуть-чуть я неправильно. Ну, и вот мне девушка вот эта позвонила и сказала, Николай, помоги, в пределах этой суммы найти там. Я говорю, нет, в пределах этой суммы я там точно вам не найду. А вот уже возьмем Курганинский, Лобинский район. Да, это все реально возможно. Кстати, что-то у меня навигатор завис. Чего же он у меня не хочет. Интернет вроде бы неплохой. 4G, кстати. Вот я на всякий случай. О, все, все хорошо. 4G. Кстати, здесь мегафон ловит неплохо. Да, я сейчас даже специально вам сейчас посмотрю. Не, МТС хорошо ловит, а вот мегафон у меня одна палочка. Вот фиксируем, это знаем. Вот, и знаете, мои хорошие, до вашего приезда я готов с моей командой поехать и найти для вас вот объекты недвижимости. Навигатор говорит, Николай, поверни направо, что в принципе сделаем. Вот там вдалеке поле, прям видно поле. Это уже вот окраина, ну, по крайней мере, асфальт есть. Если вот так прикинуть, от центра, вот если брать пешком, вот я по навигатору смотрю, вот дом скоро будет, то где-то, ну, минут 15-20 надо будет идти. Это и до школы, и до садика, до почты, сбер, банкомата, ну и до дом культуры. Так, вот мы заехали на вот эту улицу, давайте мы сейчас поищем. Вот он справа, отлично, вот оно. А давай мы его там вдалеке чуть-чуть, или вот так встанем, все супер. Андрей, а сам дом кирпичный, да, или он саман кирпич? Кирпичный, я не знаю, как. Не, есть бывает вот кирпич и облицованный кирпичом, а есть саман и облицованный. Строился сразу кирпичом. Я так понимаю, он угловой у вас, да? А вот это что, дорога? О, сейчас я подойду поближе, посмотрю, что за тут красота такая. А, это на поляну какой-то заезд. Все, я понял, о, забор забетонированный какой. Березка, домики вокруг, нормально. Ага. Кстати, это, перед двором территория, а это вот вода, да, распределитель, каким назад? Да, вот она, вот она, вот она, вот она. А, это не ваша, да? Это вот здесь. И вот это все ваше, вот ширина вот эта? Ничего себе. Все, и гараж, и вот там... В принципе, от асфальта, смотрю, где-то метров 200, да? Да, да, здесь все. Вот, до люцерна, это все ваше? Да, люцерна, наше. И гараж вот отсюда у вас заезд. Волга заходит спокойно. Да, я смотрю, это зайдет спокойно. Но Волга тоже не маленькая. Да, нет, я имею в виду по длине. А, по длине. Давайте, Андрей, с той стороны посмотрим, что у нас там. Ну, в дом уже зайдем. Это ваши родители наражили, да? Да, жили, больше никто не жил. Они, мать, умерла полтора года. Но с документами все хорошо у вас? Да, хорошо. Так, тут у нас, смотрю, слегонца забетонирована, да? Ну, перед домом. Заборик, смотрю, аккуратненький. У вас осталось только покрасить его, и все. А, кстати, кровля у нас металлическая. Металлическая, да. Жестян? Нержавейка. А, нержавейка даже? Да, нержавейка. Вот мозг. Так, сейчас я вот тут, Андрей, вокруг пройду, посмотрю. Счетчик, смотрю, Мениный у вас. Это новое все ставили. А вы сами местные? Нет, я в Ставрополь. А в Ставрополь вы приехали? А что, ставили бы соседям, вы показывали? Ну, я оттуда, да. Ничего себе. А сколько километров до Ставрополя? Восемь. Ну, грубо говоря, часы вы тут, да? Ну, да. Ну, смотрю, трещинок тут нету, да, у вас так, в общем? Ну, вроде нет. Нигде нет. А не знаете, фундамент, ну, цоколь идет бетонный или кирпич? Его строили в 67-м году. Откуда я знаю, я туда разно. А, ну, только вот это, и то это я не считаю трещиной. Так, оно. 67-го года. Ну, так стены, смотрю, в общем, нормально. Отмостка смотрю по кругу везде, да? Ну, смотрю, это, наверное, когда окна меняли, вот, под окнами. Вот здесь, и все. А, вот она пошла вниз. А подвал есть, Андрей, тут у вас есть? Есть, да, и вот трещинка пошла. Подвал есть, да, ага, все подведено. Все есть. Угу. Ничего не отключали, не перекрывали, да? Ну, воду перекрыли. Перекрыли, да. А вы сами, это, как, ну, и в квартире живете или в частном доме? В квартире. В квартире, не хотите в частном доме? Нет, я уже отвык. Все, я помню. И вон чуть-чуть трещинка. Угу. Это летняя кухня. Черешня, смотрю, у вас тут. Хорошая черешня такая. Угу. Так, здесь тоже. Короче, везде окна поменяли, да, у вас родители тогда? Так, а ну глянем. А где у нас нежавейки, Андрей? Оно вон жестянка покрашено. Ну, как она называется? Может быть, цинк? Ну, цинка ваш? Оцинковано. А, думаю, нечего, просто вижу это. Оцинковано. А то я бы людям сказал, с нежавейки, а потом бы они мне по жопе дали. Оцинковано. Сейчас, Андрей, потерпите меня. А то, что люди меня попросили, я внимательно посмотрю. Андрей, это колодец, я так понимаю, да? Да, он на полной, полной. И здесь и центральный водопровод, да? Да, сходите в сторону. А что? А, вот эта вода будет течь? Блин, блин. Не включается? Да, только сейчас включил. А, вот там глубины носа, что-то он, это, контакт плохой. О, оно. О, отлично. Да, вода прям чистая. О, холодно, все выключаю, вода холоднечет. А, вода тут, в принципе, недалеко, да, смотрю, метра три уже от уровня земли. Вы сколько хотите, вон, это, да, пошли трубу кинули. Потом чистый еще раз. Ну, и тут аккуратно смотрю. Ого, навес какой у вас. Чего у вас навес? Навес хороший. Причем батя перед смертью поставил. Да, сейчас вот такой навес, если сделать, 1200, как минимум. Один навес стоит. Андрей, а вот тут, вот эта пристройка, она кирпичная? Кирпичная. Просто пластиком оделали? Да, она делала, да, пластик. Кирпичная, и там котел. Смотрю, еще чек газовый. Так, я сейчас калиточки тут визуально посмотрю. Приятненько, приятненько. Так, а там что у нас, кровля? Вот здесь тоже, да, идет жестянка, металлическая или шифер? Что-то визуально никак не вижу. Шифер, да? А, ну металлическая идет. Так, в принципе, водичка по бокам уходит. Навес хороший, свет, смотрю, провели. Да, свет тут горит. Ля, у меня это... Голосы зацепились на ногах. Сейчас, Андрей, я вот так везде похожу. Ля, летняя кухня, мама миа. И подвал, и все есть. Андрей, а как на огород зайти посмотреть? Да, сейчас все. Иди, пожалуйста. Короче, взял это, отец прям все закрыл практически. Вот это, вон тоже под это новое. Смотрим, смотрим, Андрей, все. Давайте вот огород сначала пройдем, Андрей, а потом уже... Ну хотя бы так визуально понять. О, шашлычок кто-то делал, да? А вы, Андрей, сами учились в этой школе? Да. Вот именно, которую вот я проехал, да? Ну я в этой 2 года учился, это была старая. А, старая еще школа была, да? Или вот. Угу. А город вон по это, вот где дорога идет. А, у вас получается, вот эту дорогу сделали для того, чтобы людям пахать? Нет, это, Батя, дорогу сделал, чтобы сюда заезжать, он на газоне заезжал. А, дорога ваша считается, я так понимаю? Да, наша, наша. Ага. И вот это, он сюда зерно высыпал, перемалывал, как бы синий кормил. Все. Так, слушайте, ну тут если покосить будет, в принципе, неплохо. А вот это что такое, Андрей? Это он делал утку, коптить или... А, коптилка. Коптилка, да. Ну она, я не знаю, как это на земле, там что-то... Ну я скажу, ну не, нормально, нормально, можно это все сделать. Вот это, я так понимаю, сеновал у него. Ну он сеновал, он тут газон оставил, последний. А, ну мы зайдем. И он сеновал, и тут было сено. А вот в это строение мы как, с той стороны зайдем или отсюда? И оттуда они разделили. Надо везде, Андрей, чтобы мы попали. Потому что людям надо все мне показать, прям все. Ух ты, слушай, как он сделал. Молодец. Делал здесь кукурузы, там пшеницы, там овес, там это и вот так вот. Молодец, охля паутина. Тут давно, короче, никто не был. Не, конечно, давно никто. Охля паутина как меняет. Молодец, молодец, прям молодец. Ну вот это все надо полобраться. А зачем? Это, я так понимаю, живность он тоже держал, да, там? Да. Живность какую-то тоже держал. Да, тоже было, что-то. Эти, как-то, ролики. А вот там что у нас? Курятник. То свинарник. Вот то свинарник, да? Ну будет свинарник. Так, давайте сейчас пойдем, посмотрим, что там. Короче, у вас, я так смотрю, сильно таких плодовых деревьев нету, да? Ну, он, да, через виноград. Виноград, но в этом году он слабенький. Ну, в этом году у всех виноград слабенький. Так, вот этот свинарник у вас, ничего себе. Ну, был он, да, я не знаю. Нормально, здорово. Ну, когда все связано тут, там с вами внутри вам свиньи были, тут ходили. О, у вас даже дуб растет. Ничего себе. Так, а это мы вот так можем вокруг обойти или туда идем? Ну, если вы ходите, то стоите. Я хоз помещение, обязательно хочу. Это уже чужой огород, да, я так понимаю? Ну, это все, это, я так понимаю, тут вообще пустырь. Пустырь, да. Ну, тут эту землю могут продать. И он на весик, смотрю, тут сделал. Ну, он держал свиней на продажу? Да нет, для себя. Ничего себе, столько много. Так, у него было барана уже. Голопо, стоянно. Слушай, ну, тут я скажу, разгуляться можно. Хоз помещения прям душевно. Ну, если они хозяйственники. Ну, это понятно. Так, оттуда, да, зайдем, Андрей? Давайте оттуда зайдем. Давайте зайдем оттуда. Туда уже гараж, а потом уже летнюю кухню и подвал. Все глянем. А по времени давно уже продаете? Ну, как бы он сказал. Я сильно его не продаю. Они здесь цену не дают, а я задаром не даю. Так, а ну, тут что у нас, Сакура? Получается, Андрей, вот железо точно такое же, как вот на этой летней кухне, да? Ну, да. Если да, значит, оцинковка. Это не ржавейка. Это оцинковка. Ну, не нержавейка, я-то. А это летняя кухня. И двери, в общем, смотрю, нормальный. Замок это... Пусть Вика сфотографирует его, Андрей, там. А это вот это, где курятник, да, типа? Курятник был, он накрытый, чтобы курятник был. Ну, его надо будет вот это сломать точно. Это тоже свинарник был когда-то? Ну, раньше свинарник, да, но потом во дворе держать, а не воняет. Ну, да. И он туда и все будет. Кстати, тут запаха не чувствую, шоседи никто не держит, случайно, свиней тут. Вроде запаха нет. Ничего себе навесик, он тут тоже сделал, да? А ну, где тут? Двор забетонировал тут. А слушай, Ань, а чего вот этот блок, интересно? Это вот видно пиленый какой-то, да? Это этот, как он? Ракушечник. Да у нас же его, за хрена. Ну, у нас это дефицит. У нас дефицит. Ну, это матерная, как бы, подсобка такая. Ага. Ну, надо тут сахар сомнел, мишка. Короче, ока, ничего тут нету, да? Не, ну, нормально, по крайней мере, все цело, аккуратно. А ну, сейчас гаражик зайдем. Блин, гаражик у меня закончился. Давай, Николай, я потерплю. Паша, гараж надо обязательно зайти. Ой, а как раз отсюда и... О, кровлю видно. Ну, неси пока клеток, ключи. Да, да, я же вижу, да. Да, это идет этот... Оцинковка. Так, состояние, смотрю, крыши нормально, в общем. В общем, нормально. Так, здесь у нас что забетонировано? Тут... Бор весь полностью забетонирован. Прям... Давай, сейчас подвал зайду. Прикольно, да? Прикольный домик. Так, что у нас тут, а? Давай подвал, я в их зайду, посмотрю, что тут у нас. Ну, видно, в подвал уже давно никто не заглядывал. Опайки. Ступеньки видно кирпичные. Так, паутины много прям. Ух ты ж, подвал хороший. Конечно, видно, что тут что-то... Вода откуда-то капала, прям видно вот. Ну, я скажу, если это все под шамане сделать... Вот я в подвал зашел, смотрите, высота какая. Вот видно, да? Видно, что вода или от сырости. Знаете, тут чего нету, скорее всего? Отдушины. Да. Тут, скорее всего, вот отдушины нету. А вот из-за этого она и тут ржавеет это все. И вода, конденсат собирается. Отдушины обязательно будет сделать. Ну, давайте крышу посмотрим. Так, в общем, хорошо. Пока впечатления положительные. Опа, ударился, блин. Эх, головой. Деться нормально. Давайте вот так. А, ну да, у него тоже с ракушечкой вот это сделано. Не, я скажу, ребята, дом бомба. Я, конечно, под стоимости. Мне очень нравится. Смотрим, смотрим ролик. Поддерживаем лайками меня и комментариями. Ну, крыша нормальная. Да, отдушины нет. Вот смотрите, нигде выхода нет. От отдушины надо, вот и желательно приток и отток сделать. Давайте пока в летнюю кухню зайдем. Ушел, да, за ключами? Да, в летнюю кухню. Пойдем в летнюю кухню посмотрим. Видно, что с итальянца они. Смотри, терраска такая маленькая. Красота. Вот ты даже вот так во двор смотришь, вид хороший. Навес вот этот реально дорого обошелся. И двор забетонировали. В общем, смотрю, нормальный. Колодец есть. Тут понятно, что надо будет все убрать и сделать. Ну, в общем, приятненько. Трещинки таки есть для старенького домика. В общем, ну, я скажу, все в пределах разумного. Здесь вот видно, у нас плиточка такая. О, дверь даже металличка. Ты еще здесь не была? Не заходила? Ну, приятно. Приятно, ребята. Заходим. Давайте я поярче сделаю. Так, здесь деревянный пол, но видно линолеум. Так, состояние в общем нормально. Газовая колонка, вытяжка, плита, даже отопление. Смотрите. Вот эта часть видно в плитке. Ну, тут у нас мыши передней. А, вода отключена, она рад центральной. Ну, я скажу, кухонька неплохая. Что у нас тут? Тут есть свет. О, есть супер. Ну, потолок видно где-то 2-2-10. В принципе, для летней кухни нормально. Пол, конечно, тут чуть-чуть волной вот видно. Волной. Оля, там еще. А, у нас там ванная комната. Шкаф, смотрите, какой старый. Ну, кстати, в хорошем состоянии. Прям супер. Ну, тут, наверное, у них в доме ванны нет. Тут и вот унитаз вот видно. Ну, да, все старенько. Ну, по крайней мере, если газовая колонка, все это работает, то вообще супер. По крайней мере, здесь купаться это все можно. Понятно, что надо будет ремонтить. Но, ребята, за такую сумму вообще все супер. Ниже в описании, конечно, будет все указано. И сумма, и площадь дома. Ну, что у нас тут? Ручка какая-то такая интересная. Ну, дверь, конечно, в будущем надо будет другую поставить. Я такие двери не люблю. Ну, в общем, смотрите, даже обои поклеены тут. Окна здесь деревянные. Отопление вот видно полностью. Тут, ну, блин, кухня хорошая. Давайте сейчас пойдем. Ох, паутины сколько много. Прям паутины много. Так, давайте мы сейчас домик. Так, хозяин у нас где-то пропал. Наверное, ключи ищет. Так, что у нас тут? Так, дверь здесь, конечно, простенькая. Прям супер простая. Так. Здесь что у нас? Полы, видно, визуально неплохие. Это прихожка. Здесь односкатная крыша, видно, со скосом. Кирпичная пристройка. Вот это видно, что пристроили. Прям вот это. Так, что у нас тут? Дверь в котельную, в общем, неплохая. Тут у нас деревянная дверь. А где хозяин поперел? Ушел куда-то за ключами. Наверное, у соседей ключи. Ух, как котел они опустили вниз. Ну, котел, кстати, видно, хороший, вмененный. Тут, наверное, старый какой-то. Ну, я скажу, котел даже с запасом тут. Да, котел тут. В общем, давайте глянем, что у нас тут. Да, котел прям новый, видно. Я не знаю, там год-два от силы, вот он работал и все. И насос. Расширитель. Не нашли? Нет? Блин, гараж, конечно, плохо, что ключи не нашли. Ключики. А, тут деревянная клава. Что у нас тут? Тут, тут, тут. Тут видно, жаковина какая-то. Ага. Здесь все понятно. Крыша не течет. Тут все хорошо. Так, смотрю. Расширитель прям с запасом. Так, что у нас тут? Дверь. Так. Все открывается, закрывается. Это что, у соседей ключи отставляли, да, наверное? Ну да, но попросил туда сложить там. Понял. А потом ничего не складывал. А потолок, смотрю, вагонка, да, обшивали прям старой? Ну, полы, смотрю, у вас такие хорошие. Пока, по крайней мере, первая комната. О, чугунные радиаторы. Давно такие не видел, кстати. Малепусенькие. Окошечко. О, на открывание вообще супер. Так, ну, толщина стен видно здесь где-то около 30 сантиметров. Ни плесень, ни откуса ничего. Это такие еще. Нашли, нет? Нет, это получается вот как бы первая комната. Царядку, как хотите, надо распределять. А? А, кругом идет. А, вот печка. Ну, их называют это, как его, кубанец по планировке. Ну, потолок видно, что тут, в принципе, по размеру нормально, где-то 255. Не радует, хоть у вас полы ровненькие, в общем. Тут не стал, да, отец менять в сторону котельной окно? Ну, надо выдвигать нормальное. Не, я же не говорю, это понятно, что нормально. Так, здесь глухожее окно. Ну, не трещин такого. Короче, вы говорите, он точно кирпичный, да? Кирпичный. А, Вик, посмотри документы у человека. Покажите ей. Вик, и план дома сфоткай его. Как раз и посмотри, с чего он сделан. О, сейчас у нас Виктория как раз и все посмотрит. Так, ну, смотрите. Вот другая комната. Ну, здесь кухонька, лично мое мнение. Вот, смотрите. Смотрим вот так. Полы хорошие. Прям хорошие полы. Печка на всякий случай. Газ есть, не забываем. Тут, конечно, дверь не сильно такая, ну, не ровная. Вот здесь угол сел. Прям вот видно здесь. Когда-то садился он потихоньку. Ну, мое личное мнение это заложить. Не знаю. Тут уже, это, наверное, самая большая комната. О, потолок тут уже повыше. Да, тут повыше. И полы прям хорошие. Тут единственное, что сантиметров 10 перепад. Ну, давайте вот стены здесь побелка. Тоже вагонка обшита. Вот это все. Ну, и отопление все. Окна, радиаторы, все это есть. Давайте вот я сейчас покажу вам. Смотрите, вот это окно глухое. Подопонники все это есть. Откосы нормальные. Ну, и не плеснеет ничего. Здесь тоже чугунный радиатор. Смотрите, вот откосов тоже. Тут все отлично. Вот тут я не знаю, то ли подтекал. Вот смотрите, видите. Наверное, слегонца, когда косую дождь, возможно. Но так, в общем, потолок, смотрите, вот ну. И, ну, может кому-то не нравится. Я бы здесь вот белый цвет покрасил. Как-то, ну, голубой цвет для меня. Вот если бы белый цвет, он еще казался бы визуально выше. Тут глухое окно. Вот, кстати, выходит вот на ту сторону, где вот тот забор я ходил. Здесь чугуняка у нас. Трещин, кстати, под окнами. А мы сейчас, я так быстренько вот так похожу, а потом уже по окнам пройдусь на открывание. Супер. Ребята, здесь трещин нету. Тут трещин нету. Тут трещин нету. И тут под окнами тоже трещин нету. Ну, визуально тут хорошо. Давайте вот эту комнату сейчас глянем. О, тут кровать у них вот такая. Ну, я не знаю. Вот как-то вот какую-то комнату. Вот я думаю, вот здесь дверь поставить, скорее всего. И вот, а вот тут маленькую гостиную бы сделать вот здесь. Вот именно вот эту. Не знаю, как вы уже смотрите. А тут типа кухни. Тут уже решать вам. Конечно, в комментарии это все напишите. Но тут дверной проем, смотрите, хороший. Вот везде дверные проемы по размеру большие. Вот тут угол видно, присел. Прям видно. Ну, старый дом, что вы хотели. Здесь высокий проем. А вот тут он уже вот видно низковатый. И давайте вот эту большую. Я так понимаю, ну да, они вот эти две комнаты. Вот эта и та, они по размеру одинаковы. То же самое, такой потолок. Я думаю, вам это видно. Комнаты светлые. Вот, а ну давайте полчаса, ребята. Блин, вот, ну честно, я за такую сумму впечатлен. Мне понравилось. Конечно, да, хочется туалет, ванна, чтобы было здесь. Отрицать я не буду. Но летняя кухня на участке. Два дома. Нормально. И смотрю, трещин тут нет. А ну, смотрим, здесь тоже глухое. Откусы нормально. Чугунный радиатор. Тоже трещины нет. Вот тут, смотрите, вот так. Я думаю, без меня видите. Смотрим, смотрим. В общем, нормально. Вот тоже, вот там косой дождь, вот затекает. Вот тут, да. Тут косой дождь, наверное, затекал. Когда-то здесь откосы нормально. Окно глухое. Здесь у нас чугунный радиатор. И тут что у нас? Тоже это глухое окно. Так, подождите. А тут что, все окна глухие? Ну да. Ёлки-палки. Да, тут все глухие окна. Ну, в общем, так. Что получается? Вот эта комната непроходна. И вот эта комната непроходна. Если тут сделать перегородку. И кухня у нас, туалет-ванная, конечно, в той комнате. Ой, воня, в кухне. Ну, в общем, я скажу, ребята, неплохо. Лично для меня, лично для меня неплохо. Вроде бы все показал. Тут по поводу прихожей, в общем, нормально. Сосед какой голосистый, громко разговаривает. Полы тут хорошие, я так смотрю. Это видно позже пристроилось. Давайте гляну, может, тут трещину какую-то вижу. Вроде бы все хорошо. Да, котел, видно, омененный, достойный. Для такого дома, я не знаю, отец его прям с запасом взял. Вроде бы тут ничего. Ну, вообще, мне лично понравилось, ребята. Отъезжаем. Давайте сейчас дальше проедем, посмотрим этот дом. Моя хорошая, моя помощница посмотрела документы, пока я доснимал дом. Домик Саманны. Но меня лично это не пугает. Видно, фундамент капитальный. Понятно, что такие легкие трещины будут. Но визуально дом достойный. Что скажете, Виктория? Хорошая. Не, хорошая. Слушай, ну двор какой, навес, летняя кухня. Да, согласен, как бы хочется удовольствия, чтобы были в доме. Но там летняя кухня, на участке два жилья. Учитывая школа, садик, амбулатория. Тут, в принципе, у нас не... А, кстати, вот он сказал, Андрей, который нам показывал, что 70-80 километров до Ставрополя. Он говорит, вон, приехал. Просто нам показать вот этот дом. Я в шоке. Давайте сейчас проедем, посмотрим, что у нас там в конце улицы. Я скажу, мне дом понравился. Вот имейте в виду, мои хорошие, если, кстати, вот тут слива, прям теплиц много. Вот, да. Кто на живет? Китай. Ляд, теплиц, смотри, сколько. Мамма миа. А, это вот они на родхату купили. Слушай, теплиц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Большие теплицы. Вот это фиксируем. Но имейте в виду, есть ли, кстати, заброшка. Не могу сказать речь. И такой, говорю, вот, а ну давайте едем. Давайте. Вот справа заброшка. Вот еще дальше заброшка. Вот тут люди новый дом построили. Тут, наверное, это единый хозяин, скорее всего, два дома плана купил. А, хотел сказать, заброшка. Тут люди кто-то живет, что ли? Ну да. Так, тут же вот. О, тут двухэтажный дом такой полутораэтажный стоит. Слева вагончик. И, кстати, тут тоже теплицы держат. Прям много. Да, и тут теплиц прям такие здоровые. Домик, в принципе, нормальный. Ну, заезд, конечно, оттуда. Как ни крути, вот где мы заехали, вот оттуда асфальт ближе. Давайте сейчас так проедем, посмотрим. Ну и как раз скажу, мои хорошие, если вдруг вас заинтересовал именно этот домик, цена интересная, ниже в описании будут все указаны необходимые параметры. Это площадь участка, дома, ну и, конечно, общая стоимость домовладения. Будет указан мой номер телефона или моей помощницы. Звоните, пишите, если вы конкретно вот интересуетесь именно вот этим домовладением. Ну, я скажу, вот если я ошибаюсь, вы, конечно, напишите, но дом реально интересен. За такую стоимость в Краснодарском крае, я не знаю, я такого еще не видел. Я сейчас, знаете, вот учитываю все параметры. В плане участок, сам дом, самолетняя кухня, подвал. К сожалению, в гараж мы, конечно, не попали. Кстати, тут асфальт. Но, что, а, вот, конечно, не хватает чуть-чуть сада. В общем, нормально, но вот там, ну, где-то 3-4 дерева, и все, там орех, вишня, черешня, там виноградник. И все, глянь, тут теплицы держат. Короче, тут смотрю, вокруг ребята занимаются прям теплицами. И прям, ну, видно, вот помидоры, огурцы выращивают. Ну, в общем, это окраина вот именно вот этой станицы. Ну, что могу сказать? Вот так визуально вы, в принципе, без меня это все видите. Все это понятно. Ну, а так, мои хорошие, если вдруг нужна будет помощь в поиске объекта недвижимости, можете тоже на меня и мою команду полностью рассчитывать. Не стесняйтесь, звоните, пишите. Ниже в описании будут указаны телефоны и моих, и моих помощников. И с удовольствием, конечно, мы вам поможем. Обязательно напишите ваше мнение касаться этого домовладения. Поставим лайк, подпишемся на канал. Ну, и, конечно же, ждем с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока.